Господин граф просил передать всем браво, а вам, милейте, отдельная графская брависсимо, и вот это. О, за что это? И когда эта бездарность успела, то на брависсимо заработать? Слышно у вторника. Уже неделю ходят в слепаку, и как на работу? Ну, гляньте на ее завольную рожь, а? Она уж точно милее, ведь. Не надо так откровенно завидовать. Ваше время ушло, вы старые. Что? Вам бы на пенсию сходить отдохнуть. Ах, зато ты, ты бездарность на сцене. Сама не играешь, и другим не даешь. Что же вы не показываете высший класс, как и положены преми трупы? А как его показать-то? Мы с красавчиком два акта подряд морковку грязем, а потом уходим в кусты зайчак плодить. Да, роли просто потрясающе глубокие. Высший класс, захлебнуться нужно от счастья. Это вообще унизительно для актеров нашего уровня. Хорошо, что никто, кроме графа, не видит глубину нашего падения. А у меня вообще слов нет, одни телодвижения. Ой, живой мажор дом, позвольте, здесь собрались профессионалы высокого уровня. Мы ведь и короля Лира, и Габрито, вот легко. Да легко. Пожалуйста, передайте его превосходить, что у нас большой потенциал. Ну просто огромный. Огромный потенциал. Огромный. Вас чем-то не устраивают пьесы, написанные господином графом. Да. Да. Так вы не стесняйтесь. Критикуйте. Критикуйте вашего кормильца, благодетеля, вершителя ваших негчемных судей. Пожалуйста, господа актеры, а я все передам его сиядерсю правду. До словечка. Все? Не надо передавать. Зачем? Это не все. Зачем по пустякам беспокоить нашего благодетеля? Ну это когда тихо сидит. Ну вот тихо сидит. Да, тихо сидит. Не беспокойтесь. А у меня один маленький вопросик. Может быть господин Грамм захочет посмотреть что-то из классического репертуара. Кто еще так считает? Не стесняйтесь. Господа. Лично меня все устраивает. Я счастлива. Кто б сомневался. Господин Мажордон. У меня к вам маленькое пусто. А можно мне играть в другом платье? А то мне вот здесь немножко мотивает. И вот здесь вот тоже что-то жмет пусто. Нет. Следующий. А мне все равно кого играть. У меня роль без слов. Спасибо благодетелю без вариантов. Текст гениальный. Поддерживаю. Мне что героя любовника. Что роль греба. Вы же видели. Я из Амплуа не вышел. Гамлета. Ай. Ну каждый дурак сыграть может. Ну его же в каждой подворотне играют. Шекспир этот. Ай. Ну везде. А вот этих новых. Неизведанных. Гениально свежих пьес. Как у... Да, достаточно. Я все понял. Молодные. Господа актеры. Возьмите свои новые роли. Ого. Ну дайте, дайте мне. Господин граф соизволил написать продолжение пьесы. Позвольте, но здесь явная ошибка. Вы мне дали роль дуэнги. А, у меня роль командора. Вы перепутали. Я похож на человека, который может перепутать. Виноватый друг за полизмом украшения. А, на тузбутках. Отравися. Совершенно отравилось. Не волнуйся, не волнуйся. Я только одно хотел рассказать, что у меня прекрасно поставили голос. Бархат и баритон. Лично мне все понятно. Безумно рад. Чудесная роль. Конечно. Режиссер же виднее какой вас будет. Я уже вижу свой рисунок персонажа. Я злой, серый, нят-нят-нят. Я злой, страшный. Еще раз спасибо. Оправдаю. Я тут во втором акте превращаюсь в фею и улетаю на бал. Это не слишком, я боюсь тусоты. Нет. Вы будете лететь грациозно, но низко. Это поиски новых путей к драматургии нашего гениального графа и смена ваших амплуа. Это тонкий режиссерский ход. И не стоит забывать, в чьих руках находится кормовая база. Ясно? Все мучить свою роль. После ужина репетиция новой пьесы. Пошли все вон! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова